и добрый день друзья сегодня у нас 28 мая 28 мая и уже больше месяца уже может быть даже месяц месяц и неделя продолжается стройка ну что я вам могу сказать посмотрите теперешнее состояние и и то есть выставлены колонны конечно это нелегко было вот эту землю выкапывать под 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 колонны под фундамент вы видите установлены канал колонны ставится перекрытие но я не могу сказать что это быстрое строительство конечно же поэтому весь поэтому это я думаю что это мое ощущение что это медленно но как оно есть на самом деле также мы имели в течение последних трех недель проблему с рабочими в том смысле вернее с их отсутствием то есть рабочие у них постоянно были какие-то уходы постоянно какие-то оправдания они куда-то уходили то есть несколько дней вообще только три человека работала вот сейчас вроде бы этот вопрос решен мы бригадир привез других рабочих из другого острова минданау из острова минданау и поэтому понимаете когда люди и то есть мы восполнили то есть сейчас работает 8 человек из понедельника будет работать 10 человек то есть полная полный комплект потому что часто было и три и четыре человека просто работали и было несколько был один день когда был дождь один и потом несколько дней фиеста то есть последние две-три недели это было такие время прогулов и вроде бы она сейчас закончилась и поэтому я могу ожидать что будет делаться быстрее но на самом деле вы должны быть готовы если вы что-то делаете вот к таким к таким ситуации поэтому в остальном в общем то все хорошо то есть за исключением что если нет рабочих ну оно просто идет медленно но так как я плачу рабочим за по дням то есть это просто вы выливается в то что это меньше это просто медленнее буквально с дня на день мы ждем электричество подключение электричества ошибка конечно могу явно сказать сразу же сказать что ошибка была в том что ошибка была в том что начал строительство не дождавшись электричества то есть правильная как я сейчас понимаю правильная правильный способ это путь это дождаться электричества и после этого установки электричества и после этого начинать строительство потому что тогда вы можете использовать отбойные молотки конечно это была ошибка с моей стороны с другой стороны это интересная ситуация сейчас потому что вот несколько дней назад у нас было мало рабочих у нас было мало рабочих и мы решили я подумал а что если нам просто поискать рабочих и мы взяли и начали ездить вокруг просто вот так проезжали и думали а сейчас я найму каких-то других рабочих то есть обученных рабочих не разно рабочих а именно обученных рабочих и оказалось что это дело совсем непросто то есть мы несколько дней назад мы проехали весь путь от ближайших там несколько километров и мы реально не нашли рабочих хотя казалось бы то есть что это такое то ли это бум на строительство то есть все заняты то есть есть рабочие они есть рабочие но они работают на каких-то стройках я для меня эта ситуация необычная необычная я не ожидал такого то ли может быть это с аэропортом связано что они туда наняли многих людей то ли еще что то то ли это просто вообще просто строительство так люди начинают заниматься строительством но примерно мы нашли не знаю может быть десять человек то там то там то там но они говорили вот есть рабочий он может строить он обучен то есть он может обучен это значит он может ставить вот эти перекрытия металл по металлу работать то есть вот такое что если разно рабочий то есть самый низкий квалификацию он может только рыть что нам сейчас не надо потому что со дня на день мы получим электричество и все они где-то работают что это такое я не могу не могу потом интересно я вам могу сказать это отношение рабочих к работе то есть как я сказал уже две недели последние это было просто время каких-то отгулов то один куда-то ушел то другой куда-то ушел я просто и конечно удивляюсь этому потому что если у них есть работа такое ощущение что отношение отношение таких людей это примерно следующее вот я заработал у меня появились деньги а зачем работать если у меня есть деньги то есть нет какой-то такой дисциплинированности но я был готов к этому по поводу филиппин я я был готов к этому я знал это отношение потому что читал поэтому меня это не удивляет но все равно меня не удивляет это потому что я был к этому готов но меня удивляет это как отношение человека то есть есть так работа и как я раньше говорил нам мы даже уволили одного рабочего потому что он пропускал несколько дней подряд и вот у него была работа и при том она хорошо оплачивается то есть мы получим хорошие по сравнению с с другими стройками мы платим не малые деньги то есть мы платим в высшем эшелоне то есть мы хорошо платим рабочим и тем не менее вот была тенденция то один уйдет то другой уйдет так как будто бы им деньги не особо нужны я думал я думал почему это так почему это так и это общая такая закономерность многие другие экспаты это замечали и что я понял я понял это причина в этом вот в чем что большие семьи большие семьи и большие семьи то есть семьи вы знаете там братья сестры это 10 человек это 5 6 7 8 10 11 то есть очень большие семьи тут плюс живут еще двоюродные и если человек что-то зарабатывает он приходит в такую большую семью он делится понимаете он отдает то есть ему реально достается эти деньги очень малая часть потому что он должен поделиться естественно какие-то стимулы к тому чтобы что-то заработать какой смысл мне работать целый день я приду а реально смогу попользоваться только небольшим процентом потому что я это дам всем остальным можно просто сидеть и ждать когда кто-то другой кто-то другой заработает деньги понимаете то есть вот такое вот вот такое состояние когда нужно постоянно делиться человек не может накопить деньги для себя оно не стимулирует к активности в работе плюс у нас был такой человек который интересный такой молодой человек ему может быть лет 18-20 у него жена дети по крайней мере он нам скота так говорил и вот он то придет на работу то не придет то придет то не придет то есть так как будто бы при том то как мне говорила разлин что у него был скутер он приезжал на работу на скутере этот скутер его жена работает при том его жена работает то есть регулярная работа где-то может быть убирает где-то, ну где-то вот как прислуга, где-то еще такая регулярная работа. И скутер куплен в кредит на деньги жены. И вот он пользуется этим скутером, приезжает, но то пришел, то не пришел, то не пришел. Такое ощущение, что он легко может себе позволить сидеть дома целый день, зная, что его жена где-то работает, и разъезжать на скутере, который оплаченный с деньгами и зарплаты его жены. То есть такое, конечно, не очень ответственная картина для филиппинских мужчин, мы можем сказать. Вот, я думаю, что наша скорость будет ускоряться, то есть, в общем-то, в основном я доволен стройкой, то есть мы сделали несколько изменений, расширили вот эту летнюю кухню, сделали более комфортную, договорились, что на третьем этаже у нас будет смотровая площадка, то есть туда можно будет подняться, и достаточно высоко, вот, то есть можно будет хороший вид, хороший, не знаю, будет ли виден океан, но вид будет, будет с третьего этажа хороший. Вот такие обновления для состояния скрутстройки, был Алексей Бу с вами, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, всего вам хорошего, до свидания.